Я постараюсь уложиться в 30 минут и рассказать вам о международном проекте «Радиострофа». Так говорить телескоп о «Радиострофе» не совсем корректно, потому что телескоп называется «КРТ». Очень изящен, посчитали наши ребята, которые разработали его, и в ответ на «Хаббл», «Спицер», «Хайлбус» и прочие красивые имена, они лучший космический проект России в последней дистрии, называли просто «КРТ». «Космический радиотелескоп». А когда он работает вместе с населенными телескопами, он называется «Радиострофа», «Радиострофа». Я немножко волнуюсь, ведь это было большое количество людей, поэтому давайте я начну с небольшой личной истории. Я учусь в лидерстве в штатной Миссурии, и два года назад Обама не успел подписать в обменный бюджет, и три дня все бюджетные организации были закрыты в штат Почта, в дневнические школы, что еще все государственные больницы тоже принимали, только фактические персонажи, и в том числе были закрыты все государственные космические проекты. То есть государственные цельскопы не работали, НАСА, если я не ошибаюсь, тоже не работали, за исключением трех людей, которые встречали жизнедеятельность космонавтов на Барту и МКС. И среди всех астрофизиков работают только те ребята, которые участвовали в международном проекте «Радиострофа». Почему? Потому что нигде не платил Роскосмос. Я три дня ходил по ночам университетов в логолях, осознавая, что Россия спонсирует три дня всю научную программу штатов в области астрофизики. Это было очень приятно. Почему нужно рассказывать про «Радиострофа»? По другим причинам. Во-первых, это действительно крупнейший российский статистический проект последних десятилетий, который начался еще в 70-е годы. Во-вторых, он действительно должен принести нам очень хорошее продвижение в понимании проблем образования энергетических струй у сверхмассивных черных дымов. Он поможет нам понять, как устроена межзвездная среда и что из себя представляет радиокульсар. Ну, примерно, представляет, но должно продвинуть нас вперёд. И в-третьих, дело в том, что, ну, в принципе, достаточно убогое засветительское направление наших учёных, вот я, например, сейчас вам покажу, вот так выглядят фотографии специального сайта проекта «Радиострофа». То есть фотографии лучшего разрешения они не предоставляют и с никаких очень популярных лекций я от них, честно говоря, в последнее время не слышал. Это объяснимо, им это не нужно, да, деньги не зависят от многих платежков, но тем не менее, поэтому лично я не пользуюсь проектом «Радиострофа», мне не нужны данные для того, чтобы делать свои научные работы, но я решил просто вам сказать, потому что это интересно. Давайте мы сначала начнём о том, что вообще мы знаем о телескопах. У них есть два основных параметра. Первый параметр — светосила, она же минимальная звёздная яркость, которую мы с помощью этого телескопа можем увидеть. Для того, чтобы увеличить количество фотонов падающих от звезды или от более далёкого источника, как галактика, на этот листок, нам нужно увеличить размеры зеркала. Это больше платончик упадёт на зеркало, больше платончик упадёт в приёмник, и мы этот объект увидим. Вторая характеристика тоже очень важная — это угловое решение. Как близко мы можем поднести два источника, разные источники между собой, чтобы они не столкались в один. Например, многие знают, что у большой недведицы одна из звёзд, она двукратная. Минцария, альпорт, всадник и лошадь в пани, проверяли зрение у директных двоинов. Встрепленные источники показали, что на самом деле там не две звезды, и дальше не три, не четыре, и там, по-моему, шесть звёзд. Такие-то звезды двойные, такие-то просто находятся рядом друг друга. Точнее, их проекция, да, они находятся далеко друг от друга, но просто потому, что они проекцируются на предметную точку, они кажутся, что они рядом. Вот давайте посмотрим единственную формулу, которая будет на этой презентации, не пугайтесь. Эта формула, эмпирически выведенная Релин, формула пределом углового решения. Угол, на который можно поставить два источника, чтобы они не стылись, прямо пропорционален длини волны, на которой мы изучаем. Эти два источника необразны, пропорциональен D. D обычно – это размеры телескопа, размеры зеркалка. Соответственно, если мы знаем, что мы по источнику, но мы видим только одно разнытое пятно, нам нужно либо увеличивать базу, либо переходить в более коротую длину волну, от радио ИК до ИК оптики, от оптики в рентген, ганн и так далее. Обычный человеческий глаз может разглядеть завершение порядка одной минуты или 60 угловых секунд. Это примерно угловой размер межномерной космической станции. Так, вылетает, вылетает на раме. Я слабо себе представляю аудиторию, честно говоря, поэтому если я рассказываю очень базово, вы все это понимаете, вы делаете скучный вид, я постараюсь поймать хорошо и переведу в более тесный дизайнер. Если же, наоборот, какие-то будут вопросы, и вы не будете понимать, что происходит, вы не спрашиваете, когда по ходу лекции, я буду это поотвечать. Вот здесь представлен график увеличения нашего голового разрешения, которое доступно человечеству, начиная с 40-х секунд, которые были человечеству доступны прямо с самого рождения, то есть уходит туда, в минус 3500, это наше эра, когда это произошло от миодертальцев. Со скрытием телескопа третский скачок вверх, наконец-то телескопы совершенствовались. Паламарский телескоп, это тот самый, на котором Эдмон Хаббл увидел раздвигание галактик, он, да, тут очень хорошо видно, 1 лавра секунды достиг этот телескоп. С запуском космического телескопа Хаббла мы еще 20 раз увеличили наши возможности по тому, чтобы увидеть не только вот смазанное пятно, а вот что-то очень четкое. И спутник, космический проект, радиострон, может насыщить вот этого безумного разрешения 27 микроакт секунд. Это примерно глобые размеры спичечного коробка, которую мы положили на Луну. Ну, за тем исключением, что это в радиодиапазоне, да, и в оптике. Давайте перейдем дальше. Сейчас, что сейчас представляет проект радиострон? Это космический телескоп 10-метровый, который вращается по очень вытянутой орбите, приближаясь к Земле на 200 километров, и удаляясь от нее на пересторах, что чуть-чуть меньше, чем расстояние от Луны до Земли. Он работает в связке с наземными телескопами, и сейчас около 26, они разборются по всем интеллектам, включая Африку и Австралию. И они обычно смотрят на какой-то один источник. И когда мы объединяем данные телескопа наземного и телескопа, летающего в космосе, мы получаем так называемую РСДБ-схему, то есть радиостронавирусная фирма 3 со светодлинной базой. Я буду рассказывать подробнее, что это такое. У нас получается телескоп в угловой режиме, который, давайте вернемся к этой формуле, для этого в случае будет не отдельные размеры двух тарелок и даже не сумма этих размеров, а расстояние между двумя телескопами. Вообще, все это начиналось в 65-м году с докладом Эфиринга и Кардашова на сессии СКА, ПСС и куча других согласных шипящих и звуков о том, что, в принципе, это возможно. Я просто запомню фамилию Кардашова, ему добыло 32 года. И он сказал, что если мы развесем два радиостронавируса чем дальше, чем лучше, то вот этот ДЭП позволяет нам очень сильно увеличить логовое решение. Сначала, естественно, это были проекты, космические телескопы, но они также в ходе европейских устьей, также по запросу они могут участвовать вместе с американцами в наблюдениях. Ну и, естественно, вот этот космический телескоп тоже работает вместе со всеми большими, хорошими радиоцелескопами. Поэтому база, которая у нас образуется, база, это то, что дает логовое решение, у самой ДЭП. Вот у нас сейчас равна 360 тысячи километров. Это совершенно потрясающе, 27 диаметров Земли. Никогда считали, что не было ДЭП и взорных взглядов. И вот если посмотреть, то у нас на этом слайде видна галактика, кваза, да, активная галактика, я потом расскажу, что это такое. Она находится где-то в центре, в более скорой от нее расходятся ретильские выбросы, джета, это плазма, которая разорванна до скорости света, почти, там, то есть 9-9 пациентов. И вот это то, что видит края пейскопа, в зеленые в сети, находящиеся на разных литинях. Это все, что было самое хорошее, что было у человечества до запуска радиострона. Взлетела радиострона, и мы видим, вот какие мелкие цепляры мы способны разглядеть. Мы проникаем практически к самую сердцевину дефекистической струи, можем узнать, что там происходит. Я думаю, можно пропустить историю проекта, но интересно будет узнать, что была такая космическая станция в том числе 6, и туда уже в 79-м году был отправлен примерный эскиз радиострона. Потом у нас объединили японцы и мы запустили в проект Халка. Он летал на высоте 27 тысяч километров. Очень неплохие дали информацию. Вот сравним 27 тысяч километров и 360 тысяч километров, на которые летает радиострон. Наконец, в 2011 году тот самый Николай Семенович Курдашок, который делал в 21-шакатом году, присутствуя на космодоле Бритону, а не у него тогда уже было 70-10 лет, видел, наконец, запуск своего детища на ракете Зенит-3F. Из-за характерной формы и странной амблигатуры ее так называют Зенит-Зенит-Фрейн. Вот. Она взлетела, и, ну, давайте просто подумаем, кто же был счастлив человек, который в свою жизнь посетил на новом проекте, и у всех этих лет увидел, что, наконец, что-то полетело в космос. Тут прекрасный статус отходит из нашего конверсного варианта Биталия Владовича Бизборга, который сказал, что он сформулирует теорему, что любой физик может получить на близкое время и тяжело достаточно долго. Вот. Курдашоку увезло, да, он дожил, ему сейчас 83 года, он сфор является лучшим предводителем этого проекта, пишет прекрасные статьи, ну, давайте все пожелаем ему здоровья. Для того, чтобы данные, приходящие с радиострона, можно было объединить с наземными данными, очень важно четко иметь представление о трех важных характеристиках. Первое, это положение телескопа в космосе. Для этого была создана модель, которая подсказывает его алюмируем. Она включает в себя огромные параметры, например, не шарообразность нашей Земли, вот это то, что себя представляет Земля, если нарисовать просто гравитационное поле, плюс там улучшено влияние Луны, влияние приливов алюмируем, гравитационное влияние Солнца и даже солнечного ветра. Это фотоны, которые ведут со всей дуи в раскрытые 10-метровые антенны. Все это позволяет нам знать, где находится телескоп с точностью 500 метров и знать скорость его перемещения с точностью до 2 метров в секунду. Извините, 2-х сантиметров в секунду. 2-х сантиметров в секунду. Это что-то потрясающе точно, конечно. 26 телескопов, которые работают для связи, для работы вместе с ним. Вот, например, прекрасный Тефельс-Гресский радиотелескоп 100-метровый, и 2 телескопа, которые используются для связи, для приема информации от него. Это телескоп Впущено, довольно близко от нас, и Гринбэнк в Штатах. Скорость передачи данных 140 мегабит в секунду, что очень неплохо. И полный объем данных сейчас составляет 2 или 4, а 2 до 4 петабайт. Для сравнения, это все фильмы, вся музыка, когда-либо загруженные на рутрекер. Они составляют вот такой же объем. Между получением данных и их выходом для ученых проходит довольно много времени, ну, скажем так, месяца 3-4, просто потому, что процесс обработки данных, он называется корреляцией, чрезвычайно труден. Почему? Например, понять можно с помощью вот этого слайда. Источник от звезды, возьмем, допустим, радиопульсар, попадает на наземный телескоп, пройдя по одному пути, и приходит на радиострон по другому пути. Если находится какая-то плазма, межзвездное вещество, холодный газ, что угодно, они искажают сигнал. А нам нужно очень точно понять, когда пришел сигнал на один телескоп, когда пришел на другой, и совместить два этих сигнала. Там, чтобы подать, еще будет пара слайдов. И это та функция, которой занимаются наши ребята в АКЦ-Фиан, в космическом центре на профсоюзной. Ну, и судя по тому, что результаты неплохие, они этим занимаются достаточно успешно. На какие научные задачи решает радиострон? Большой главоразрешение, но при этом очень небольшая площадь антенны говорят о том, что он подходит для того, чтобы наблюдать очень яркие в радиодиапазоне источники, имеющие малые объекты. Таких на данный момент известно три. Это активный театр галактик, это радиопульсары и мазеры. Давайте поговорим о них. Что такое активное ядро галактики? У меня осталось 15 минут, и мы будем говорить о результатах перейдем к кастрофизике, то, чем я, собственно говоря, занимаюсь. В центре каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра. Она поглощает огромное количество газа, пыли, разрывает звезды. В силу физических причин весь этот мусор, который вокруг нее образуется, он закручивается вот в такой бубликообразный предмет. Он же создает магнитное поле, прекрасная статья, прям вот по любому астратистику скажете, и Бленфорд знает, они скажут, 77-й год, прям вот великолепная статья. Ведь ребята объяснили, что происходит вот в самом центре, когда газ и пыль теряются в угловой момент из-за трения, падают на черную дыру, вымораживаются в магнитной линии, стекают к верху, стекают в полюса черной дыры пытаются упасть вниз, черная дыра не может все это одновременно переварить, поэтому из черной дыры вырываются две таких реликвидских струй, они же называются джеты. Еще раз, это потоки нейтронов, протонов, электронов, ну в основном электронов, конечно, такая плазма, которая разорванна со скоростью 99% от скорости света. Прекрасная установка для того, чтобы изучать свойства нашей Вселенной в самых экстремальных ее состояниях. Другой наш академик Яков Борис Зельдович называл вот такие штуки ускорители для бедных. Если у вас нет денег, чтобы построить большой дронный коллайдер, вы строите телескоп и наблюдаете вот эти ускорители, как они есть в реальности. Для нас очень трудно было понять ученым, как это все происходит, потому что мы когда смотрим на них, на эти активные ядра галактик, мы можем смотреть на них со стороны, где нет джета, не у каждой активной ядра в галактике есть джет. Можно смотреть со стороны Тора и видеть просто какое-то непонятное инфракрасное пятно. Можем смотреть прямо со стороны джета, можно смотреть чуть под углом. Изначально, когда ученые открывали все это дело, они каждому объекту давали свое название. Например, есть Блазары, если мы смотрим прямо на джет, есть радиогалактики с широкими эмиссионными линиями, есть Сейфертовские галактики, есть Сейфертовские типа 2, типа 1, есть радиотихие галактики. Только потом постепенно люди стали понимать, что все это суть один и тот же объект, просто в зависимости от его ориентации мы уже видим вот так или иначе. И до сих пор не до конца известен механизм образования вот самого джета. Как он образуется? То есть понятно, что там происходит там инсверсильные магнитные поля, которые ускоряют частицы, но как именно это происходит? Как он распространяется в пространстве? Потому что, несмотря на то, что это, конечно, вакуум, но вакуум бывает разный. Там может быть одна частица на мегапарсек, либо-либо одна частица на квадратный метр. И вот радиостром показал, что да, он распространяется в соответствии с нашими представлениями о релектиристке магнитной гидродинамики. Там возникают шоповые волны, там возникают вторичные излучения, там есть синхротронные излучения, опять же. И я думаю, да, я еще скажу про активный ядр голландцев. Второе интересное, второй интересный объект, который изучает радиостром, это радиопульсары. Радиопульсар это такая нейтронная звезда. Нейтронная звезда, ну, нужно объяснить. Нейтронная звезда, это звезда, которая изначально была массой чуть больше Солнца, примерно 1,4, но чуть меньше, чем предел Волкового, который равняется примерно 5 массам, то есть 1,4 масса Солнца, 3,5 масса Солнца, если больше, черная дыра, если меньше, просто тихий, скучный, белый корлик. Если она попадает в этот предел, она, собственно, настолько массивная, что когда у нее заканчивается ядерная реакция в ее ядре, она схлопывается, электрончики выдавливаются в протончики, образуются нейтроны, и вся звезда в своем ядре состоит из нейтронов. Нейтронная звезда. Это потрясающе интересный объект, там сверхсильные магнитные поля, там сверхвысокие токи, сверхпроводимость, в общем, все это словом «сверх» оно относится к нейтронным звездам. И за счет сверхсильных магнитных полей, за счет сверхсильных магнитных полей, выделено «зеленым», те звезды ускоряют частички, Читические электроны с помощью синхротронного излучения Они излучают электромагнитные волны в пространстве в радиодиапазоне Если ось вращения нейтронной звезды не совпадает с осью магнитного поля То мы будем видеть вращающийся где-то в нашей галактике радиомаяк Это очень точный, очень хороший радиомаяк Который, точно знаем, практически не тормозит со временем Мы точно можем определить его положение Вообще пульсары, в общем, короче говоря, это очень клево Помимо всего прочего, этот радио-луч, который иногда во время вращения попадает на Землю Он просвечивает межзвездное вещество И с его помощью можно понять, что находится между ним и нами Раньше люди вообще думали, что это вакуум и быть ничего не может Нет, на самом деле строение всей галактики намного сложнее Там есть облака холодного газа, там есть зарождающие новые звезды Там есть молекулы, кстати, очень сложные молекулы Сейчас известно порядка 150 молекул Некоторые из них состоят, по-моему, из 20-ти, даже 30-ти атомов И все это образовалось естественно неорганическим путем Просто за счет соединения атомов, которые когда-то были в недрах звезд За этими радиопульсарами тоже радиоастрон наблюдает Давайте перейдем к следующему слайду И последняя научная сдача, которая мешает, это мазеры Все примерно представляют, что такое лазеры, я надеюсь Это усиление света с помощью вынужденного излучения Так вот, мазеры это то же самое, только вместо L-Light Оптический диапазон, у нас есть M-Microwave То есть мы перешли в сторону, ближе к радиодиапазону Исторически изначально были открыты именно мазеры Из-за них Прохоров и Басов получили Нобелевскую премию в свое время Вызывание мазерного излучения очень интересно У нас есть какая-то молодая звезда Она очень большая, очень горячая А вокруг нее все еще есть облака газа Там есть какие-то молекулы, например, молекулы H2O И излучение этих звезд, оно возбуждает электрончики в молекулах H2O Переводя их на более высокий уровень И потом они спонтанно излучают на совершенно конкретной длине волны Излучение в радиодиапазоне И, ну, я думаю, это аналогия между лазером и мазером примерно ясна Там мы тоже накачиваем Нет? Показалось Там мы тоже накачиваем энергетический уровень Допустим, рубиновые лазеры На третий, и потом спонтанное излучение со второго уровня на первый Дает анкогерентное излучение Это тот самый лазер, с помощью которого я вам показываю Мазеры показывают нам, где происходит звезды образования Они очень точно показывают, что там недавно родилась новая звезда Вокруг еще огромное количество пыли, газа В том числе очень интересных молекул И можем узнать, из чего эта звезда образовалась Мы можем узнать, что ее окружает Более того, мы можем узнать, что находится, опять же, между этой звездой и нами По тем эмиссионным линиям, которые мы можем регистрировать с помощью телескопа радиострона Вот, например, очень яркая эмиссионная линия воды, H2O Которая видна вот в этом зарождающемся мегамазере Мегамазер — это тот же самый мазер, который находится не в нашей галактике, а в какой-то соседней галактике Там, допустим, тоже может быть большой регион звезд образования Там сотни звезд рождаются одновременно Естественно, эта линия будет немного сильнее Что еще можно сказать? Мы помним, что если мы смотрим на квазар прямо из... Если джет квазара направлен прямо на нас, то мы называем такой источник Балазаром Он очень сильная переменная, изначально вообще думающая звезда Потому что очень быстро меняет свою видимую звездную величину Но потом с этим радиострономом поняли, что он не может такой объект находиться в нашей галактике Но узнаешь, что он находится где-то в ней И да, действительно сверхмассивная черная дыра И она испускает из себя релективисты по двух частиц Которые направлены примерно на нас Радиострон посмотрел на самый первый исторически открытый Блазар Блазар ящерицы Вот так вот его видели наземные радиотелескопы Видно, что радиострон достиг намного больше углового решения Но из-за того, что его орбиты очень сильно вытянуты У нас изображение получилось немножко искаженное Это не мешает ученым нисколько разбираться, что происходит внутри него Но учитель для восприятия, конечно, не очень удобен Но ничего не поделаешь Надо с этим смириться Оказалось, что мы неплохо представляем себе Что происходит в центре Блазара Как образуется этот джет Вот стенка должна показать Что у нас есть винтовые магнитные поля Обычно мы привыкли, что, допустим, есть магнитик Да, у него магнитный поле Да, вот есть магнитик И у него магнитные поля идут из северного поля с южной Северный полюс с южной А здесь, потому что из-за того, что присутствует вещество, ускоренное практически до скорости света А магнитные поля изгибаются Представляя из себя такие вихри Они ускоряют частицы А радиострон взглянул вот прям практически туда И обрушило очень много интересного Сейчас, мне кажется, я не вставил это в слайд Должно быть четыре или пять статей Которые публикуются буквально в течение двух месяцев Которые расскажут нам, что, собственно говоря, они там увидели А на этой картинке видно сигналы от отдельных телескопов Радиотелескопов, которые работают в связи с радиостроном Снизу шум-шум-шум-шум-шум-шум Это то, что видит радиос Это то, что видит телескоп, который летает в космосе 10 метров не очень много для того, чтобы увидеть что-то явное Чуть больший телескоп Эфельсберг, 100-метровый Чуть больший телескоп Вестерброка, это тоже Германия И Аресиба, самый большой доступный на сегодня радиотелескоп Он сделан прямо в чашу вулкана в южном полушарии По-моему, в Южном Велике, если не ошибаюсь Тут тоже видны шумы Но если мы объединяем данные телескопа Аресиба С данными радиострона, которые, казалось бы, никакого сигнала не показал У нас есть очень четкая картинка Шумы практически ушли Мы видим, что действительно мы детектируем какой-то сигнал Вот практически он должен быть И последний, наверное, результат по активным ядам галактик Стоит в том, что мы измерили температуру Не мы, да, опять же, ребята, которые там участвуют Они измерили температуру джета Когда он только-только рождается Температура оказалась в 10 раз выше, чем должна была быть по всем прикидкам Это значит, что механизм, который отвечает за ускорение частиц Не то, что неправильный, но, скорее всего, он просто не до конца разработан Одним из предположений, которое было указано в статье, которая вышла две недели назад Она заключается в том, что синхротронное излучение, которое ускоряет электроны Оно должно также ускорять и протоны И в этом случае мы примерно можем получить, наверное, такую температуру Но нужно понимать, что протон тяжелее электронов в 1800 раз То есть какая же гигантская энергия должна быть в самом центре Чтобы ускорить протоны, да, увеличить температуру в 10 раз Я думаю, это примерно все, что пока я бы хотел вам сказать Если... Что у нас там дальше? Да, я верю, по-твоему Аплодисменты Аплодисменты